Когда все автоматизировано, хозяйство раздольное, как шутят рабочие, каждый коровий чих вносит в базу данных. Поэтому прогнозы по надоям выстраивают на многие месяцы вперед. Подробнее в сюжете Александра Попова. Вот видите, с родильного деления мы пригнали ее 32 было и раздоили за 70 дней почти до 70 литров. Буренка Волга на особом счету среди подруг выделена отдельной табличкой. На каждую корову составляют индивидуальное досье с паспортом, больничной и диетической картами. Может человек прийти, знающий, открыть ее карточку и посмотреть, когда она болела, на какой день она давала максимальную продуктивность молока, на какой день у нее пик лактации именно выходит. В компании практически полный цикл производства молока. Теперь делают упор на стрессоустойчивость и самочувствие коров. У нас здоровье животных. Потому что мы что, мы кормовую базу решили, селекцией мы занимаемся, отбором занимаемся. Людями закрыли здоровье животных. То есть хромота, мастит и, допустим, гинекология. Еще 14 лет назад здесь было совсем все иначе. Полуразвалившиеся здания, многомиллионные долги и всего 600 голов скота. Само предприятие находилось в процедуре банкротства. Но все кардинально изменилось. При правильном руководстве количество фуражных коров увеличилось до 2000, а сами коровы дают в два раза больше молока, нежели в среднем по области. В новых реалиях актуальны и новые задачи. Импортозамещение. Уже сейчас разместили производство оборудования на новосибирских предприятиях. Это в основном металлоизделия. Также производим моющие средства, тоже локально в России. В ближайшее время цель создать собственное производство доильного оборудования. У нас есть технологии, у нас есть научные учреждения, которые в случае отсутствия технологий могут их в кратчайшие сроки разработать. И это, безусловно, наше конкурентное преимущество перед другими регионами. А инновационная компания, способная за это взяться, в регионе уже есть. Александр Попов, Александр Миняйло, Новости ОТС.